Приветствую вас, дорогие мои девы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня будем делать прогноз на тему любви. Дела сердечные, дела душевные. Прогноз будет состоять из двух частей. Для тех, кто имеет пару, и для тех, кто свободен и находится в поиске. Период, период, период. Ну, давайте возьмем весну. Да, март, апрель и май. Самое такое времечко интересненькое. Все будоражится, кровь играет, гормоны играют. И вообще, как говорится, хочется тепла, хочется чувств, хочется к кому-то прижаться и так далее и тому подобное. Итак, колода у меня уже заранее перемешана, поэтому не будем тратить время. Итак, какие события ожидают вас, уважаемые девы, за этот весенний период? Март, апрель и май 2020 года. Начнем с тех, кто имеет пару. Итак, какие события ожидаются? К чему они приведут? И совет карт Таро. Дальше прогноз для тех, кто свободен и находится в поиске. Какие события ожидаются? К чему они приведут? И совет карт Таро. Ну вот, все, что у нас с вами тут получилось. Так, что мы имеем? Что мы имеем? Ну, для тех, кто в паре. Тут что-то как-то все резонансненько. Видим на событии пятерку чаш и рыцарь мечей. Ну, не знаю, дорогие мои, кто, как говорится, из вас инициатором будет каких-то разборок, можно даже сказать, разборок в ваших отношениях. Возможно, вы или ваш партнер, или ваша партнерша. Вот, поэтому не все будет гладко. Не все будет гладко. Потому что рыцарь мечей, он все-таки говорит о напряжении, о давлении, о выяснении отношений, о недовольстве, о каких-то претензиях. И пятерка чаш также говорит, что придется искать выход из этой ситуации. Просить, может быть, даже помощи, может быть, чьего-то совета, чьего-то совета, может быть, выискивать какие-то способы и методы урегулирования этих отношений. Может, даже, знаете, вплоть до того, что разъехаться в разные стороны, разойтись в разные стороны, взять, как говорится, паузу. Ну, отношения не айс, не айс, судя по картам. Уж простите, что выпало, то выпало, дорогие мои. Не хотела, дева, я вас, как говорится, огорчать. Но не забывайте, что это общий прогноз. Это не факт, что, как говорится, у вас будет. Тем более, если у вас отношения хорошие, то, как говорится, они и будут хорошими. Дальше, к чему вот приведет вот эта вся разборочка. Здесь у нас выпала король чаш и выпала шестерка жезлов. Ну, вообще, конечно, результат вот этих всех действий довольно-таки интересен. Потому что шестерка жезлов, она говорит в первую очередь о победе. О признании вашей правоты. Признание вашей правоты со стороны партнера или партнерши. Все зависит от того, кто вы, женщина или мужчина, смотрит этот прогноз. Ну, вот, знаете, больше у меня вот такое. Если вы женщина, вот смотрите. Король чаш, как говорится, спрятался в пещеру. Я больше склоняюсь к тому, что в данном случае победит женщина. Да. Победит женщина, а королю чаш, то есть партнеру вашему мужчине, останется только, как говорится, затихнуть, спрятаться, уйти в подполье, грубо выражаясь. Вот. Потому что ему ничего не остается, как только признать, что вы, да, вы победили, вы правы, и сдаться на милость победителю. Что советует в данном случае карта Таро? Здесь у нас выпала четверка мечей. Ну, она советует не зацикливаться над чем-то одном, понимаете? Все-таки шире смотреть на то, что происходит, на обстоятельства, на ситуации, на ваши отношения. Видите все-таки все грани отношений, а не что-то одно. Понимаете? И тогда, как говорится, будет у вас все окей. В данном случае вполне возможно, что какой-то один инцидент, какой-то даже... Бывает же, сами понимаете, иногда, как говорится, ссора возникает ни на чем. Вот просто на пустом месте. И потом даже вспомнить сложно, от чего, собственно говоря, сыр борта разгорелся. Вот. В чем причина-то? Бывает и такое. Ну, бывает и по-другому, конечно. Вот. Поэтому смотрите, смотрите, насколько вам важно обострять... То есть, насколько нужно в данном случае обострять отношения, чтобы получить вот такой результат. Да, вы можете победить. А что дальше? Что дальше? Вопрос. Вот такой интересный расклад получился. Да, напряженненько. Напряженненько, но в итоге, как говорится, вы получите то, что хотите. Что касается свободных, свободных дев, что у нас получилось? Какие события? Ну, на события выпал туз жезлов и тройка пентаклей. Интересненько. Вот знаете, такое ощущение, что вы начнете чистить перышки. Прихорашиваться. Покупать обновки. Наводить, как говорится, красоту на все и вся. Подавать себя в самом наилучшем свете. То есть, весна вполне может на вас повлиять вот таким всплеском энергии, всплеском желания найти себе нового партнера. Вот. Ну и, в принципе, к чему это приведет? Это приведет к усилению контактов. Больше будете общаться. Больше будете участвовать в каких-то вечеринках, в каких-то посиделочках, в знакомствах. Будет усилена переписка. Да. Ну, переписка у нас сейчас в основном через интернет. Поэтому, как говорится, вот у нас семерка тут пентаклей выпала. Она и показывает, что будете строчить. Строчить будет активная переписка с кем-то. Если вы женщина, значит, с мужчиной знакомства будут. Если вы мужчина, то значит, знакомства будут с женщиной. То есть, ваши усилия, в принципе, не приведут к тому результату, который вы хотите. Мужчины, кстати, тоже вполне возможно начнут прихорашиваться. Может, обновочки какие-то. То есть, чтобы предстать перед женщиной, перед поклонницей в лучшем свете, в выигрышном свете. Или зарабатывать начнут побольше денег, чтобы побаловать чем-то, свою новую знакомую. Как говорится, блеснуть широтой души и большим карманом или толстым кошельком. Что советуют карты Таром? Здесь у нас выпала умеренность. Они советуют все-таки сохранять баланс между желаниями, возможностями и необходимостью. Я бы так сказала. Вот так вот. Необходимостью. То есть, да, можно, конечно, все это делать, но не чересчур. Прихорашивать себя, но не чересчур. Тратить деньги, но не чересчур. Понимаете? Потому что к чему приведет это знакомство? Как говорится, вопрос еще большой. Может, это просто флирты на этом закончатся. А может и серьезные отношения, конечно, сложатся впоследствии. Но это уже будет впоследствии. Ну, а так, в общем-то, наслаждайтесь. Веселитесь, но в меру. Знакомьтесь, но тоже в меру. И соблюдайте, ну, не скажем так осторожность, а трезвую голову. Вот как-то так, дорогие мои. На этом я заканчиваю свой прогноз. Желаю, естественно, вам любви. Желаю вам красивой весны. Чувственной весны. Новых знакомств интересных. И флирта тоже желаю. А что, иногда и надо, как говорится, вздрогнуть. Вот. И вообще, будьте счастливы, дорогие девы. Будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok